Большой общественный резонанс в городе получила информация, которая прозвучала в новостях нашего города на прошлой неделе. 3 апреля мы озвучили данные Росстата, специалисты которого по итогам 2012 года признали Ноябрьск самым обеспеченным город по бюджетным доходам на душу населения. По подсчетам столичных социологов у нас приходится по 69 200 рублей на каждого жителя. Кроме того, московские эксперты заявили, что среднемесячные зарплаты в Ноябрьске составляют 55 тысяч рублей. Эти цифры вызвали бурю эмоций среди горожанов. Уже вторую неделю идет активное обсуждение этих данных. Естественно, большинство высказывают свое негативное отношение к подсчетам московских экспертов. На эту тему мы сегодня поговорили и с прохожими на городских улицах. И вот какие ответы мы получили. Росстат, они могут привезти. Пусть приедут сюда в Ноябрьск, походят и поспрашивают вот так, как вы. Я думаю, это будет более объективная оценка. Да нету 55 тысяч. Вы что, водители, если имеют 25, так это счастье большое. Даже на трассе они имеют, выезжая отсюда. Что за ерунда? Это, наверное, у начальников по миллиону. И делят на всех. А так нету, конечно. Я 31 год живу. Небогатый он город. Все в кредитах. Ну, за два месяца зарплата. Две месяца. 27-28. Вот так. Может быть, кто-то и получает. А мы, пенсионеры, прибавляют по 500, по 600 рублей и все. Ну, может быть, кто-то и получает. Я верю в это, да. У меня внучка работает в травматологии, я санитаркой. У ней зарплата 8 тысяч. Ну, правда, у нее нету полярок еще, но все равно 8 тысяч. Пусть полярок. 7,8,56. Это будет у нас, сколько? 12-13 тысяч. Так у них работа какая тяжелая. Все живут очень хорошо. И дети, и знакомые, и родственники. Все прекрасно. Получают такие деньги? Ну, не все. Но живут хорошо. Ну, что живу в хорошем городе, я чувствую. Ну, что в самом богатом, не чувствую. Все по зарплате. Ну, далеко не 60 или сколько там сказали, 59. Потому что, ну, сколько вот я смотрю, знакомые получают. В среднем, ну, 30. Даже вот мужчина получает такую зарплату. Тяжело найти хорошо оплачиваемую работу. Ерунда. Самая настоящая ерунда. Это, может быть, у кого-то, может, десятка человек. Большие сумма так-то у всех. У кого? У простых рабочих. Какие средние, я не знаю, но гораздо ниже. В лучшем случае раза в два. Откуда взялись такие зарплаты? Это, не знаю, пройтись по предприятиям. Там, наверное, все в шоке будут от таких средних зарплат. Сегодня мы связались со специалистами Ямалстата. Это федеральная служба государственной статистики по Ямало-Ненинскому округу. И попросили, чтобы нам рассказали о том, по какой схеме выводится средняя заработная плата. И откуда получаются такие цифры. Вот что нам рассказали по телефону. Средняя зарплата, значит, изначально мы собираем сведения по крупным и средним организациям вашего города. Малый бизнес здесь не включается. И, значит, фонд оплаты, который начислен за конкретный месяц, делится на количество работников. Но тут нужно учитывать именно месяц сбора, потому что вполне возможно, что, может быть, были включены премии. То есть, получается, что складывается заработная плата всех сотрудников от уборщицы до начальника. Вы понимаете, что на экране условные цифры. И именно эта сумма делится на количество работников. Здесь нужно понимать, что зарплата у каждой категории специалистов своя. Понятно, что уборщица и начальник получают разные деньги. А статистический котел учета все равно общий. Учитывая, что из этой суммы еще и не вычтен подоходный налог, вот и получается то, что приводят специалисты отдела статистики. Такая вот статистическая арифметика. Соответственно, и среднюю зарплату по городу в целом рассчитывают по этой же схеме. Продолжение следует...